В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. В народе считали, что если 14 апреля разольется полая вода, то будет высокая вода и ранний покос. Об этом немного позже, а пока о погоде в Тулии области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 1, плюс 13. В Ефремове плюс 1, плюс 10. В Белеве плюс 1, плюс 11. В Новомосковске плюс 1, плюс 10. По прогнозам на 14 апреля температура в Туле будет колебаться от 0 до плюс 10 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 60-84%. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитный бурь не ожидается. В это время зимний запас капусты уже заканчивался, поэтому о кислых щах оставалось лишь мечтать. Зато приходило время пустых апрельских щей. Поэтому говорили, пришли на Марию пустые щи. На сегодня у меня вся информация. Будьте здоровы! С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом мира и спокойствия. Когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Те, кто не боится трудностей и смело смотрят вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизну. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают свои жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков – таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России, сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова